Мир Божий, дорогие друзья, всех приветствуем! И вот у нас настал новый квартал. Наши исследования будут продолжаться основаны на книге «Деяния апостолов». Мы будем далее изучать эту замечательную книгу и историю апостолов, как они проповедовали среди язычников. И первый урок из нового квартального раздела звучит «Неприятности и надежда». Ведущий стих из «Деяния» 14 глава 22 текст говорит нам, «Утверждая душу учеников, увещевая пребывать в вере и получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Павел не упускал возможности рассказать о Спасителе или помочь павшим в беду, и переходил из одного места в другое, проповедуя Евангелие Христово и создавая Церковь. Дорогие друзья, этот урок мы будем исследовать вместе с сестрой Ольгой. Приветствуйте! Здравствуйте! Итак, Ольга, первый раздел «Результаты веры». Мы продолжаем исследовать жизнь апостолов, как они трудились в разных языческих странах. Это было, конечно же, нелегко, и мы вместе попробуем происследовать, как же совершали они эту работу, с чем они сталкивались. И вот первый вопрос из первого раздела звучит, с чем столкнулись ученики Христа в Листре после того, как они были вынуждены бежать из иконии из-за преследования за свою веру. Так как проповедь Павла имела успех на некоторых людей, и многие люди обращались к Богу, то также были и люди, которые были недовольны работой Павла. Поэтому они преследовали Павла, и из-за этих преследований Павел вынужден был уйти в другую местность, чтобы не подвергать свою жизнь опасности. И когда пришли в Листру, говорив Слово Божие, получилось так, что был человек, который с рождения был хромой, никогда не ходил. Единственное, что он мог, он мог сидеть. Вот с таким случаем столкнулись апостолы. Он слушал, когда проповедовал апостол Павел, да? И что произошло в тот момент? Слушая проповедь Павла, этот человек внимательно слушал, и в его глазах апостол Павел увидел ту веру, ту надежду, надежду на исцеление, которую желал получить этот человек. Так как Павел говорил о Спасителе, который даёт исцеление душам. Вот ты не задумывался над таким вопросом? Там Библия пишет, что Павел увидел в нём веру. Мне интересно, я тоже читал эти тексты и думал, как он увидел эту веру. Вот, знаешь, даже я тут вспоминаю, когда однажды пришёл один человек ко Христу, и Иисус отметил особо веру этого человека, когда он сказал, что вот у меня дома слуга больной, да, в расслаблении, тоже он был парализован, скорее всего. И Христос сказал, вот я пойду как бы и исцелю, да, я помогу. Он говорит, ты не приходи, ты скажи только слово и выздоровеет. То есть здесь Господь Иисус отметил, когда он увидел веру выраженную, что говорит, ты скажи только слово. Здесь как бы Библия не описывает, что услышал Павел или что он увидел в этом человеке, но он говорит, он увидел его веру. Вот как ты думаешь, как он мог заметить его веру, вот если ты, может быть, тоже задумалась над этим вопросом? Да, размышляла над этим вопросом. Дело в том, что мы вот люди, которые здоровы, ну имеем тоже какие-то недостатки в здоровье, но как-то не так ведем себя, как те люди, которые жаждут того исцеления. Здесь говорится в вопросе, что он с детства не ходил. Мы этого не понимаем. Но вот в этих людях, наверное, особенно поведение или разговор такой, что он выдает, что они желают исцелиться, что они верят, что исцелятся. Я, знаешь, думаю, всё-таки, как, наверное, апостол Павел увидел, конечно же, ну, наверное, во взгляде это тоже видно, да, потому что как человек смотрит, как он слушает внимательно, это один момент. Но мы не будем забывать, что апостол Павел тоже был исполнен Святого Духа. И вот тут, ну, я делаю такое сравнение, наверное, да, чтобы как-то попытаться найти ответ, как он мог увидеть веру в этом человеке, которая могла его исцелить, этого человека, да, потому что приходили и другие больные. И мы знаем, что даже за Христом ходило много больных, но не все получали исцеление. И тут я как бы вспоминаю из наших прошлых уроков, буквально недавно мы изучали, помнишь, когда пришли Ананнии Сапфира к Петру, да, как Пётр смог узнать? Дух Святой открыл его. Да, Дух Святой открыл. И я думаю, что вот здесь, когда ты служишь Богу от всего сердца, из любви к людям, да, то Дух Святой руководит тобой. Когда ты полностью предан вот этому делу, то Дух Святой руководит, и он направляет, и даже как бы вот как в истории с Павлом, он указывает на проповедующим, в данном случае апостол Павлу, указал, что у этого человека есть достаточная вера, да, чтобы он получил исцеление, и мы видим, вот и был результат, да. Второй раздел. Вся слава Богу. Павел проповедовал в Листре. Как жители Листры восприняли вот произошедшее? Дело в том, что, увидев происходящее, они удивились, потому что этот человек с детства был хромым, не ходил, и вот теперь в один момент он начал ходить. И сказали так, боги сошли с небес, потому что они верили, что иногда боги сходят на землю, посещают их. Поэтому они приняли Павла и Варнаву за богов, и так же назвали их. Варнаву назвали Зевсом, Павла назвали Эрмием. И увидев все это происходящее, они решили принести жертвоприношение, приготовили валов, все для этого мероприятия. Но мы видим, что апостолам не нужно было такое жертвоприношение, такое принятие, потому что они в них увидели богов, но не увидели простых людей, которые были посланы богом. Знаешь, наверное, даже я думаю, что тут надо подметить тот момент, что эти люди, они привыкли поклоняться каким-то видимым божествам, видимым предметам. И, конечно, в той местности мы понимаем, что не было иудейской религии, и для них это было нечто новое, когда человек мог исцелить силой Божией. Они их восприняли как свои какие-то божества, которые ты сказала. И в последующем они, понимая, что или привыкши как к божествам задобрить богов, они что-то приносят. В данном случае вот они решили принести как бы вот эти вот жертвы, заколоть каких-то животных и принести эти жертвы уже апостолам. Я, знаешь, тут вспоминаю одну историю, когда в один год была сильная засуха у нас, и не было долгое время дождя. Не знаю, сколько месяцев не было дождя. и тогда люди со священником сделали такую как бы, ну, жертву, я даже знаю, как она у нас называется в Камрате. Ну, такой как венок, там, калач, ещё что-то было, там, цветы какие-то, свечки, и вот они пошли как бы в речку, пустили. Вот, ну, своего рода как бы такая, как жертва, знаешь, вот, чтобы задобрить бога, чтобы бог дал дождя. И вот я делаю такое сравнение, всё-таки, что это ошибочное понимание, когда мы чем-то можем задобрить бога. Мы должны, пишет, даже Библия, да, говорит, что жертвы и всесожжения ты не восхотел, да. То есть, Господь хочет какую жертву от нас, и чтобы мы приносили. Это когда плод послушания. Смирения. Да. А вот здесь люди, которые язычники, они решили по своему обычаю принести, но всё-таки апостолы как были настроены? Вот дальше вопрос говорит, кому должна была быть слава, как они это показали? Когда апостолы узнали о происходящем, Библия говорит о том, что они разодрали одежды. Почему? Потому что они не могли принять такое жертвоприношение. Они прекрасно знали свою миссию, что они должны рассказать о Боге людям, этим язычникам, чтобы они обратились к Богу. И обратились такими словами, мужи, братья, мы такие же люди, как и вы. Мы пришли вам рассказать о Боге, о Творце, который создал эту землю, указывая на природу, что день в дню меняет свой черёд, что нужно поклонение Богу, живому Богу. И всё-таки эти люди никак не могли понять в свете происходящих событий, увидев это чудо, что они не являются богами. Но наступил такой момент, что они желали их убить. Они желали им смерти настолько, что разочаровавшись, что не смогли принести жертвоприношение, что было наперекор их вере, их понимании. Это уже чуть-чуть дальше. Их отношение, конечно же, изменилось к апостолам. Но в тот момент, конечно, они их восприняли как богов, как каких-то особых людей, то есть необычных людей и даже уговорили жреца, чтобы принести эти жертвы им. И апостолы, мы видим, это было, я скажу, даже, знаешь, я так размышлял, это было как искушение со стороны сатаны, чтобы, такая как похвала, слава, которая, казалось бы, должна была обращена быть в адрес апостолов, учеников. И вот сатана, всё-таки я понимаю, что он рассчитывал на слабость человеческую, когда они воспримут, что-то мы сделали, и такая вот как бы радость, мы сделали, исцелили человека, и как будто бы слава им. Но видим, какая была реакция, что они даже разодрали одежды, потому что это бы помешало проповеди, поскольку тогда Христос остался бы в тени, а апостолы были бы впереди, а должно было быть наоборот. И это была адекватная, правильная реакция. И вот мы должны тоже из этого урок брать, что сатана, он использует разные методы, и вот один из методов, это когда он пытается тебя восхвалить, возвысить. Ну дальше мы узнаем, как он резко перешёл к другим способам работы с апостолами. Третий раздел — увлечённые злобными слухами. Конечно же, сатана, он будет негодовать, когда он использует один метод, у него не получается, он дальше работает по-другому, чтобы Слово Божие как бы остановить. Объясните, что помешало умам жителей Листры принять Евангелие, и как изменилось их отношение? Из Антиохии, из Иконии пришли некоторые иудеи, которые были против учения Павла, и возбудили народ, сказав, что Павел говорит ложь, что всё, что он говорит, это неправда, и поэтому они всячески прикословили, всячески пытались помешать, и возбудив народ, побили камнями апостолов и вывели за город. И когда ученики собрались возле апостола, думая, что он уже умер, Павел встал на ноги. Для самого Павла уже был, он думал, что это уже для него конец, что всё, его миссия закончена, и в своих размышлениях он вспомнил казнь Стефана, когда он присутствовал при побиении Стефана. Но мы знаем, что чуть ранее Господь сказал, ему придётся много пострадать, Павлу, что он является избранным сосудом. И мы здесь видим, что здесь на этом его миссия не заканчивается, потому что Господь имел определённые планы через апостола сделать великую работу для язычников. Поэтому он и был послан туда. Я хочу тут сделать, знаешь, сравнение тоже, как примерно эта история, похожая история или отношение к апостолам произошло с Иисусом Христом. Ведь незадолго до того, когда его распяли, что делали с Иисусом? Что делали? Кричали ему «Асана», да? Воздавали славу ему, да? Как царю, да? Что вот такие почести ему как бы воздавали. Но много времени не прошло, и отношение резко изменилось. И те же люди, которые кричали «Асана», те кричали «Распни». И вот тут примерно, знаешь, вот я вижу параллель, как сатана использовал такой же метод. Он сначала хотел возвысить апостолов. Ну, как возвысить? В плане того, чтобы слава была приписана человеку, да? Не Христу. Потому что сатана работает против Иисуса, против Господа нашего. Но когда этот метод не сработал, те же люди, так и примечание говорит, те же люди, которые воздавали им славу, потому что Павел не принял как бы, да, с эти жертвы, то они же уже участвовали в побиении апостола камнями. Четвертый раздел. Чудом укрепленный. Исходя из того, как жители Листры обратились против Павла, что предсказал Иисус своему народу заранее? Иисус всегда, общаясь с учениками, говорил, что придет время, как гнали меня, будут гнать и вас. И в книге Иоанна читаем, что «Сие сказал вам, чтобы вы не соблазнились, изгонят вас из синагог, и всякий убивающий вас будет думать, что он делает это для Господа». То есть дает такое предостережение для всего поколения до конца времени, что верующие христиане будут преследуемы, будут осуждаемы и также будут иметь соблазны, чтобы принять эту славу на себя и не воздать Богу славу. Да, то есть как бы мы тоже должны будем пройти через эти испытания, потому что так предсказал Господь. И видим, что когда Павел был побит камнями, и я понимаю, что возможно даже он и погиб, но что-то сделал для него Господь. Вот как он был ободрен в Листре. Вот следующий вопрос нас об этом спрашивает, потому что в принципе те, кто его побивали, описывается, что они уже думали вообще, что он умер и оставили его тело безжизненное, так говорит Дух Пророчества, безжизненное тело оставили на пустынном месте. Что сделал Иисус для Павла? Что сделал? Дал ему силы, подкрепил его, и он опять встал и пошел, вернулся обратно в город, а потом ушли с Варнавой в деревью, где должны были также продолжить свою работу. То есть мы видим, что, как и ты, брат, сказал, что просто так он не оставил Павла, то есть дал ему возможность еще дальше работать. Да, там не описывается, что те из обращенных все-таки были люди, которые, не все пошли против Павла, но были ученики, которые приняли истину, пишет, что этот случай на них оказал огромное влияние, и тот момент, когда Сатана хотел поколебать, да, вроде бы все, как бы, Павел совершал такие чудеса, человека исцелил и так далее, а тут его побили камнями, и знаешь, тут размышляешь вроде бы, а если он с Богом, то как Бог допустил такое? Ну, тут, знаешь, такой момент, мы можем, тоже что-то может происходить и можем размышлять, а вот почему Бог допускает вот тот или иной случай в моей жизни? И можно сказать, что Павел был практически при смерти, но Господь Иисус вернул его к жизни, он укрепил его здоровье, и он встал, отряг как бы от себя пыль и пошел дальше, да, то есть, казалось бы, ну, по нашим пониманиям, человек должен был попасть в больницу, лечиться, там не знаю, сколько времени, если его так побили сильно камнями, что думали, что вообще он умер, но Бог вернул его к жизни, восстановил его силы физические, и более того, даже он как бы такой был и бодрый духом, и всех еще других как бы укреплял, ободрял, что вот он был рад пострадать за Иисуса, видим, что верующих или обращенных из листры это даже укрепило, и они еще больше утвердились в истине, что то учение, которое проповедовал апостол Павел, оно действительно является истинным учением, и вот даже как бы человек, который должен был умереть, вот Бог так его вернул к жизни таким чудесным способом, поэтому когда что-то происходит с нами, знаешь, мы размышляем, вот, а почему со мной произошло вот это или это, такой случай или другой, и думаю, знаешь, можем размышлять, а что я сделал не так, да, и как бы вот Бог допустил, но иногда можно допустить такую мысль, что, а может это для славы Божьей? Да, это все правильно, но иногда жалость к себе заглушает совесть человека, заглушает голос Божий, чтобы размышлять именно эти темы, что действительно Господь допускает в моей жизни, чтобы или что-то изменилось в моем характере, или чтобы Господь меня испытал. Вот чуть-чуть ранее ты говорил, что весть Павла, она была такая вот влиятельная для людей. Я вспоминаю, в прошлом уроке говорилось, что Антиохия это была утопала в роскоши и в пороках, но какое влияние оказала проповедь Павла на людей? Они стали добропорядочными людьми, они поменяли свое мышление, начали жить по-другому, то есть особую работу Бог возложил на Павла. Поэтому он должен был идти дальше и совершать свою работу. Да. Заключительный раздел «Заботясь о верующих». Казалось бы, Павла побили в листре, да, и как бы мы размышляли, больше к тем людям я не ногой, апостол Павел как поступил? Все-таки он держал какой-то дух такой, нежелание быть там, может быть, даже какие-то чувства, знаешь, как бы злости от того, что сделали эти люди к нему. То есть он как бы к ним с добром пришел, исцелил человека, проповедовал добрую весть, как бы предлагал спасение через Иисуса, а тут его побили камнями. Я не знаю, как бы я поступил вот в такой ситуации, какое было бы у меня отношение. Но вот как поступил апостол Павел? Несмотря на все эти гонения, преследования, недостатки, возможно, были какие-то, они решили вернуться обратно. Приходят в Листру, идут в Иконию в Антиохе, потому что некогда там были уже люди, которые пришли к Богу и нужно было утвердить этих братьев, нужно было их подкрепить, потому что эти были молодые братья и сестры, которые нуждались в Слове, нуждались в поддержке. Да. И последний вопрос. Вот чему мы можем научиться из методов работы апостолов? Вот ты сказала, что они вернулись, что они еще там делали, они подкрепляли верующих. Вот те методы, которые они использовали, ведь они не обошли этот город стороной, мы сюда больше не пойдем, раз не приняли нас, побили камнями. там. В любом случае, работа Божья должна продвигаться и говорить, что с постом, с молитвой они организовали там церкви. Был определенный порядок установлен в церквях, и самое главное, мы видим ту заботу, которую он проявлял о церкви, видим его переживание, что он заботился о каждом человеке. И вот вопрос спрашивает, чему мы можем научиться? Научиться тому же милосердию, состраданию, заботе, искренней братской любви к друг другу, чтобы помочь другим? Знаешь, вот апостол Павел все-таки этот человек был очень таким мудрым, и он глубоко был верующим. И, конечно же, он понимал, что люди в этом не виноваты, да, наверное, а сатана их побудил так поступить. И плюс мы знаем, что кто пришел, да, и настроил их против апостола Павла. Это были иудеи, которые не хотели, чтобы Слово Божие там распространялось, чтобы познание Спасителей там распространялось. И как бы с одной стороны они поддались этому влиянию, но с другой стороны апостол Павел не хотел оставлять те души, которые все-таки обратились, которые приняли истину. И церковь укреплялась. И вот здесь мы видим, что, знаешь, как говорят вот в тылу врага, да, вот есть люди, которые бесстрашно могли идти в тыл врага, да, и они не боялись. Вот, наверное, христиан, для нас, как христиан, нам не надо бояться того, что вот сатана может что-то сделать. если Господь направляет и он дает поручение, чтобы мы проповедовали, чтобы мы переживали, как апостол Павел пишет, что там были маленькие группы, и он переживал за эти маленькие церкви, маленькие группы людей. Он решил посещать их, рукополагали людей, то есть не просто так пошел, да, вот проповедовал, а он стремился организовать там какую-то группу, какую-то церковь, чтобы работа дальше продвигалась. И когда он отойдет, чтобы были уже назначены ответственные люди. И вот только так, наверное, когда вот есть такой организованный порядок, даже вот в миссионерстве, в служении, не просто пойти там, да, раздать буклет, а попытаться, чтобы мы могли найти те сердца, те души, которые смогли бы эту работу дальше как бы поддержать, продолжить. Если у тебя есть, может быть, какое-то в конце обращение, что-то. Очень интересное обращение Павла было, с ним мы читали эту историю. И скажу, что очень много душ сегодня есть, которые нуждаются в спасении, и которые они искренне, сердца имеют, может, даже имеют эту и любовь братскую, просто нужны люди, которые пойдут и расскажут им, которые не боясь, как вы сказали, быть в тылу врага и работать, работать для спасения людей. Почему? Потому что Господь желает, говорит о том, что от наших поступков зависит наше будущее и будущее людей. Да, я хочу здесь тоже подметить, что вот как сатана хитро работает, знаешь, такой как метод и пряник, и кнут, вот есть такая поговорка. Вот сначала он хотел возвысить апостолов, но не получилось, чтобы через этот метод ввести их грех, чтобы им воздавали славу. Но потом он применил другой метод. И вот несмотря на те разнообразные методы, которые применял сатана в отношении апостолов, они остались верны своей цели, да, и они как бы все равно вновь возвращались в эти города, да, и они проповедовали, они служили, несмотря на то, что даже его там, можно сказать, почти, почти лишили жизни. И вот этот пример для нас, чтобы мы тоже могли просить у Господа такую веру, да, силы, чтобы проповедовать. Я благодарю тебя, Ольга, что ты помогла нам в исследовании этого первого урока. Дорогие друзья, изучайте вместе с нами Писание, смотрите наши уроки на канале нашем zdarm.md, на нашем сайте и в Ютубе. Всем Божьих благословений! Субтитры создавал DimaTorzok